А когда от тебя заболел, так что случилось? Когда, когда? Когда у меня, знаешь, упали лейкоциты. Медулобластома. Чем опасна опухоль головного мозга? И как вовремя распознать симптомы у детей? Изначально нам сказали, вроде как, что ребёнок якобы что-то не то скушал. Рак у детей. Почему болеют самые маленькие? Сейчас часто очень модно стало. Ребёнка дают бабушке, дедушке, и ребёнок не видит родителей. И вот, конечно, начинают болеть. Для чего? Как лечат сегодня детей в Казахстане, и какие проблемы в детской онкологии самые насущные? Всё ли есть в Казахстане, и существуют в мире какие-то химиопрепараты, но мы, например, пока ими не пользуемся по разным причинам. Бюрократическим в том числе, как у нас у нас. Вы смотрите Диагноз. Меня зовут Вера Захарчёк, и мы здесь говорим честно о медицине. Здравствуйте. Александр? Саша? Саша? Да, Саша. Саша, это Сан Саныч. Сан Саныч он, да. Ты Сан Саныч? Прости, пожалуйста. Александр Саныч, как дела у тебя? Ну-ка, покажи чизмашинку тебя. Ну-ка, я хотела твой нос, пацан. Ой, спасибо, мальчонок. Я уже растерялась. Такой мужчина, Саша, жаркий. Сколько лет тебе, Саша? Пять. Давно ты здесь, да, Саша? Ну, лечусь же я. А когда ты заболел, так что случилось? Когда, когда. Ну? Когда у меня анализы упали лейкоциты. Знаешь, что такое лейкоциты? Знаю. Да? Что это такое? Чо-чо. А? Анализы такие вкусные. Вкусные? Этот любвеобильный и общительный парень лечится в отделении онкологии Национального научного центра материнства и детства в Астане уже больше полугода. 8 месяцев назад Сан Санычу поставили непростой диагноз – медулобластома. Это злокачественная опухоль головного мозга. Опасна она прежде всего тем, что раковые клетки при этом в виде опухоли начинают быстро распространяться по путям оттока спинномозговой жидкости. Возникает она в мозжечке – той части головного мозга, который отвечает за контроль движения, равновесия, осанки и координации. Это заболевание нередко становится причиной смерти или инвалидности у детей. У Сашки началось всё с банальной, как казалось тогда, головной боли и тошноты, вспоминает его мама. Изначально нам сказали, вроде как, что ребёнок якобы что-то не то скушал. Время оттягивалось, потихоньку-потихоньку у нас участились, а тошнота и рвота, бледность появилась. Стал меняться, более раздражительный стал, снижение аппетита у нас, была утомляемость, стал чаще спать. Я как бы не замечала, думала, что он в садике устает просто. Первые симптомы, которые проявляются у детей с опухолями центральной нейросистемы – это сильные головные боли, слабость, вялость, тошнота, рвота. Иногда периодически такие симптомы путают с симптомами инфекционного какого-либо генеза. Поэтому иногда дети поступают в инфекционный стационар, а там уже потом, когда начинается косоглазие, нарушение походки может быть. Тогда делается уже МРТ головного мозга, и там видно какое-то образование. А вот у пухоли небольших размеров, которые не давят на жизненно важные органы, могут протекать совершенно бессимптомно. И даже если родители приводят детей с жалобами на утомляемость ребёнка, например, ни один педиатр направление на КТ или МРТ с контрастированием скорее всего не даст. В этом, конечно же, и самое злостлое преимущество пухолей, что они долго не дают о себе знать. Нам назначили анализы, на биохимию у нас ничего не показало. Но затем у нас ещё состояние стало ухудшаться, и в итоге мы попали в больницу экстренно. А там прошли обследование, нам назначили КТ, после КТ мы сделали МРТ и попали в нейрохирургию. А что у тебя? Чё-чё. Чё там? Операция была! А, операция была! А, у меня же шум! А, вон у тебя какой, да? Ничего себе! Такие дети, конечно же, нуждаются, поступают в нейрохирургии с гидроцефалиями, потому что, учитывая, что опухоль давит на некоторые структуры головного мозга, и происходит окклюзия проводимости вот этой вот жидкости, которая называется ликвар. Поэтому в таких случаях нейрохирурги первым этапом устанавливают вентрикулатоперитониальный шунт, потом удаляют опухоль, и потом дети поступают к нам для определения дальнейшей тактики. Шунт установили Саше на родине, в Ист-Комедонгорске, а вот удалять опухоль пришлось ехать в Истану, в национальный центр нейрохирургии. Мне поставили шунт, а потом у меня там все же сшивали, а потом я проснулся и поехал домой, а потом я маме спросил, потом у меня зрение упало, и потом мне зонт поставили. Я просто кушал через зонт эту, как там, нямняшку туда его. А потом я еще домой опять поехал, а потом я еще немножко отдохнул, и обратно туда. И туда. Прям туда-сюда, туда-сюда летал. Домой, в больницу, на машине летал. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Я даже ничего не понял. И все. Это сегодня наш маленький Сан Саныч так активно и с такой чудесной детской непосредственностью рассказывает нам о своем лечении. А ведь несколько месяцев после второй операции он даже ходить не мог. Врачи опасались, что был задет участок головного мозга, отвечающий за двигательные функции. Но после курса лечения в Национальном научном центре материнства и детства, к счастью, все обошлось. Ребенок был действительно тяжелый. Здесь мы в центре материнства и детства только встали на ножки. Вот сейчас за пять месяцев ребенок у меня лично бегает. Все равно есть, конечно, немножко нюанс, что он качает его, но уже именно столько. Общая пятилетняя выживаемость детей с медулобластомой при отсутствии распространения заболевания на другие органы составляет приблизительно 80%. Для пациентов с высоким риском – 65%. Однако лечение и прогноз могут зависеть от конкретного вида и молекулярной подгруппы медулобластомы. Нужно отметить, что у опухоли головного мозга нет стадий, как, например, при раках или разных видах сарком. Здесь определяют степень злокачественности. Медулобластома, Грей-4, для людей понятно, как будто это четвертая стадия, как будто бы вторая, третья. И это очень неправильная дифференцировка, да, поэтому, когда я хожу в нейрохирургию, я всегда поправляю родителей, то есть они привыкли на слуху слышать четвертая стадия, значит, на этом всё никакого лечения не поможет. Абсолютно неверное решение, потому что, или как бы стереотип, скажем так, что медулобластома, Грей-4, это просто степень вот этой злостности клеток. Оттого, что они злые, это не значит, что они не ответят на лечение. Они ответят на лечение, конечно же. Чё ты тут стоишь? Отдыхаешь, что ли? Сан Саныч, ребёнок очень общительный. С утра надо обойти палату, узнать у всех, как дела. Привет, молодой мальчик. Любит стихи, читать песни, петь, танцевать. По садику, говорит, очень скучает. Но здесь с детьми занимаются каждый день воспитатели. Есть преподаватели по основным предметам для детей постарше, чтобы из-за терапии от школьной программы не отставать. А длится лечение, кстати, у детей с опухолями ЦНС от полутора месяца до полутора лет. С капельницей Сан Саныч почти не расстаётся, потому что по этим маленьким трубкам медленно течёт спасительный химиопрепарат, с каждой каплей приближая день его восстановления. Химиотерапия сегодня остаётся основным методом лечения злокачественных опухолей. После хирургической операции при медулобластомах проводят и лучевую терапию, чтобы уничтожить оставшиеся опухолевые клетки. Сашка уже прошёл несколько курсов томотерапии. Правда, вот за лечением этим ему приходится ехать через весь город в другой центр, где есть современные линейные ускорители. И это не совсем удобно для маленьких пациентов. Это доставляет какие-то трудности вам, как врачам, либо пациентам? Нам, как врачам, конечно, это не доставляет никаких неудобств. Я думаю, что это больше неудобств для пациентов и родителей, потому что это транспортировка, это ехать по городу. Это всё равно какие-то риски, да, передвижения для получения лучевой терапии. Детей, в принципе, после лучевой терапии может поташнивать. А и так-то здорового человека, пока он находится в транспорте, при передвижении может тошнить и вырвать. Поэтому, конечно, было бы замечательно, если бы онкологический центр, то есть один в одном локализованном месте, где детям проводилось и хирургическое вмешательство, и химиотерапия, и лучевая терапия. Ребёнок никогда не должен быть без присмотра врача. А в этот момент его сопровожает только медицинская сестра. А что говорят в Министерстве здравоохранения, есть ли какие-то перспективы для того, чтобы такой центр всё в одном появился, и тоже здесь, либо в Астане, либо в Алматы? Ну, вот в Астане строится сейчас центр, где будет полностью и лучевая, и протонная терапия. В ННСОТе рядом, где идут постройки. Но, по-моему, на сегодняшний день, насколько мы слышали, что там не будет детского отделения. Только для взрослых. Только для взрослых. Но это должна быть реально такая больница детская, где должны быть реанимации и неврологи, и эндокринологи. Потому что онкологический пациент – это всегда требует мультидисциплинарного подхода. В Казахстане ежегодно раком заболевают около 600 детей. Опухоли центральной нервной системы в структуре заболеваемости занимают второе место после лейкозов, составляя 18-20%. Примерно ежегодно первичных пациентов где-то 130, либо 140. Я понимаю, наверное, есть там генетика, ещё что-то. Но всё-таки почему у детей? Ну вот что? Потому что взрослые, да, там опухоль, понятно, все всегда врачи говорят. Что-то там нажили. Да, да, да. А что наживают дети? Почему? Какие причины опухоли? Согласна. Этот вопрос такой, на который никто никогда в мире не ответит. Почему именно дети заболевают любыми, то есть опухолями. Это более телогично, то есть тут может, конечно, всё повлиять и наследственность, и экология, и подготовка беременности и так далее. Но это не всегда обязательно. Медулобластомы появляются тогда, когда клетки нервной ткани начинают злокачественно изменяться, то есть мутировать. Некоторые внешние воздействия могут привести к спонтанному появлению мутации. Например, ультрафиолетовые лучи или рентгеновское излучение, химические вещества или какие-то инфекции. Какой вопрос чаще всего родители, у кого детки, вот у кого рак, какой вопрос они чаще всего задают вам как психологу? Почему так случилось с нами? И я всегда этот вопрос переделываю по-другому. Вы задайте вопрос, а для чего так случилось в вашей семье? И они потом понимают, что ребёнок был без внимания. Очень часто, когда с региона приезжают, рано выходят на работу, это оставляют детей. Очень часто неполные семьи, очень часто проблемы в семье, нарушенные взаимоотношения мамы и папы. То есть подростки они так и рассказывают. Сегодня в науке не существует доказательств, что какое-либо поведение или образ жизни ребёнка или подростка приводит к возникновению опухоли. Болезнь не появляется, потому что вы что-то сделали или наоборот упустили. Популярные предположения, что опухоли возникают вследствие психологических причин, конфликтов, переживания, утраты, являются ложными с точки зрения науки. Однако психологи говорят, что в этом есть зерно правды. Это чаще генетика, если это совсем малыши, правильно? Если это постарше, то вы говорите, может быть и проблема в семье, взаимоотношения в семье. Да, конечно. Конечно, конечно, это может быть. Потому что каждому ребёнку важно, чтобы дома его слышали, не нарушали его личные границы, понимали его. А сейчас, так как, видите, мы живём в электронном мире. И в то же время все заняты работой. Даже вот сейчас лежат дети, они такие говорят, папе, маме некогда. Они откупаются. А я говорю, как откупаются? Они мне всегда дают деньги. А мне бы хотелось, чтобы мама пошла со мной в кино, или папа со мной куда-нибудь пошёл. Или же сейчас часто, очень модно стало, ребёнка дают бабушке, дедушке, и ребёнок не видит родителей. И он, конечно, начинает болеть. Для чего? Обратите на меня внимание. Мама могла тоже пережить какую-то эмоциональную травму при беременности. Такое может быть? Да. Каждый, кто каким-то образом сталкивался с диагнозом опухоль головного мозга, знает, как это страшно. Больше всего всегда пугает неизвестность. А между тем, результаты лечения пациентов с каждым годом улучшаются. В том числе, благодаря совершенствованию методов диагностики, хирургического лечения, лучевой терапии и химиотерапии, а также инновационных методов, таких как иммунотерапия и генная. Главное, знать, что и как лечить. Говорят, что это всё лечится, что будет всё нормально. Так он сильно молодец, быстро восстанавливается. Но сейчас ничего не болится, Ансаныч? Ну? Когда домой? Не знаю. Анализы пока ещё нормальны. Ну, я хотя бы уже, хотя бы уже по чуть-чуть обелаю. Если всё понемножку. И вот так уточки делаю. И с девчонками заигрываешь, я смотрю. Да. Да? Угу. Лечение бесплатное полностью, никто ни за что не платит, диагностика полностью бесплатная. Даже дома, когда они находятся на диспансерном наблюдении, да, то есть, вот, например, всё закончили и всё, и уезжают домой. Пять лет почему они находятся на диспансерном наблюдении? Потому что есть риск высокий в этих течение пяти лет, что болезнь вернётся. Поэтому их наблюдают очень тщательно. Они, конечно, находятся на учёте и с инвалидностью. Через пять лет дети снимаются с учёта. И если они чувствуют себя замечательно, даже мальчики, которые достигли, например, старше 18 лет, их могут призывать в армию. Ну, наш Сан Саныч об армии пока не думают. Его больше сейчас интересуют книжки с наклейками, да, сказочные герои. Открыкай себе хочешь. А? Ты какую хочешь? Я хочу себе, ну, не знаю, что тебе не жалко. Ну, давай вот этот Человек-паука. Паука? Ну, давай. Он крутой. У него же есть паутина. Он оператору тоже можешь подарить один. Угу. Ну-ка, Сабит, тебе тоже сейчас подарок сделаем. Это кто? О, лучник. Ну, он вообще крутой. Ты снимаешь? О-о-о. Снимать, снимать. Сдаётся мне, что наш Сан Саныч, когда вырастет, режиссёром станет. Ну, или как минимум талантливым актёром. Дети и рак. Два этих слова не хочется ставить вместе. Но, к сожалению, в жизни так бывает. Но нельзя прятать голову в песок. Надо бороться. Ведь чаще всего этот диагноз не приговор. Психологические факторы крайне важны для таких больных, ведь им нужно адаптироваться сначала к факту заболевания, а затем к медицинским и социальным последствиям, все этапы болезни, от страха и растерянности до адекватной оценки, проходят и родители. И им тоже необходима психологическая поддержка. Вообще мы в работе сейчас озвучим, что нужно сначала с мамой поработать, а потом только с ребёнком. Потому что ребёнок до 15 лет является зеркалом. Он является проекцией мамы и папы. Родители не говорят, что у них, а ребёнок это чувствует. Даже трёх-четырёхлетний ребёнок, он рассказывает, что там мама с папой ругаются. И мне кажется, что они меня не любят. И мне приходится говорить, они тебя любят. Это их взаимоотношения. Когда налаживаются взаимоотношения, лечение происходит быстрее? Вы знаете, весь протокол проходит на отлично. Всего лишь-то надо. Просто быть любящими родителями. Да, они хотят любви, они так и говорят. Люблю я, как-то мужчины меня целуют, видишь. Особенно такие, как Сан Саныч. Давай, расскажи стих. Нет, ну иди сюда ко мне. Нет, ну иди сюда ко мне.